Привет, мои дорогие девочки! Я хочу сегодня с вами поговорить о возрасте. Частенько ли вы сами или ваши, возможно, там близкие подруги начинают говорить старость не радость, а вот в молодости-то было ооо, а вот раньше-то на дискотеку ходили. И это говорят люди, которым еще нет 30 лет. Ух, что же происходит с нашим миром? Это такая немножко странная и страшная тенденция, когда люди до 30 лет говорят о себе, как о стариках, начинают постепенно шутить, потом эти шутки переходят в реальность, над этим уже перестают шутить через несколько лет, и люди признают себя официально старыми и дряхлыми. Причем это связано не совсем с возрастом, как с цифрой, а именно ощущение, что уже не молодые. Сейчас стыдно быть старым. Все стремятся к тому, что нужно быть молодым, нужно разглаживать морщины, нужно делать разные процедуры, очень дорогие. Есть мнение, что все процедуры, уколы в лицо, какие-то подтягивающие кремы и вот прочее-прочее, все, что направлено на то, что быть вечно молодым и никогда не стариться, это все фигня и на самом деле маркетинг. В принципе, я это поддерживаю. И я так подумала, ну если я это поддерживаю, если я понимаю, что это все фигня и на самом деле не так уж это и важно, то чего я в этом участвую? Зачем я покупаю эту косметику? Зачем я действительно сравниваю между собой средства, которые там от морщин, не от морщин, подтягивают кожу, не подтягивают? И вы знаете, я пришла к выводу, что я действительно себя оправдываю тем, что мне нужна вот эта вот вся косметика для того, чтобы выглядеть там молодой и прочее-прочее. И я копнула еще поглубже, я поняла, что на самом деле мне просто это нравится. Мне действительно нравится покупать косметику, мне нравится мазать на себя кремы, мне нравится тестировать вот разнообразные вещи, которые появляются. Бибикримы, сисикримы, крем такой, эмульсия такая. Мне кажется, что в сознании русскоязычных женщин после определенных событий там бедности всего населения, как-то сложилась такая вещь, что стыдно тратить много денег на себя и для того, чтобы делать какие-то покупки, нужно какое-то такое рациональное объяснение. У меня нет рационального объяснения, почему я люблю косметику. Мне кажется, что это в женской природе, любить на себя что-то намазать, поухаживать за своей кожей, подумать о себе как о принцессе, что-то для себя такое сделать. И нет ничего страшного в том, что я покупаю косметику просто для того, чтобы себя порадовать. Какая-то косметика мне подходит, какая-то не подходит, мне просто нравится этот процесс. И я уверена, что большинству женщин тоже просто нравится этот процесс. А вот этот вот страх, который в нас вселяет, что страшно быть старой, нужно для этого покупать косметику, чтобы не быть старой и забытой. Ну это же глупости, но кто становится забытым просто от того, что он перестает покупать косметику или просто от того, что у него морщины. Если говорить о косметике, то это вообще отдельная песня, потому что когда я что-то покупаю, мне говорят, о боже, девушка, вам же еще так рано этим пользоваться. Ну неужели, у нас такое загрязнение, мне может быть не хватает коллагена, а вы мне рассказываете, что мне чем-то рано пользоваться, потому что мне там еще не исполнилось столько, сколько на этой упаковочке написано. Если коже не хватает питания, если коже нужны те ингредиенты, которые есть в возрастной косметике, то почему ей нельзя пользоваться? Действительно, есть дряхление организма, есть со временем какие-то изменения, которые необратимы, но я не понимаю, что в них такого страшного. Окей, там в 16 лет чего-то не было, в 20 лет что-то это есть, но жизнь, она не стоит на месте, мы все двигаемся, мы развиваемся, и у нас уже совершенно какие-то другие интересы. И сравнивать себя с человеком, которому там на 5 лет меньше или на 5 лет больше, и считать, что человек лучше или худше, хуже там из-за возраста, это какая-то глупость. Если взять любого человека и сравнить его с человеком его же возраста, наверняка найдутся люди, которые выглядят хуже, и найдутся люди, которые выглядят лучше. Поэтому вот все вот это сравнение и причисление себя к дряхлым или не дряхлым, оно мне кажется очень странным. Самое забавное, что возрастные изменения происходят со всеми людьми на планете совершенно, и никто не начинает тыкать пальцем и смеяться просто над человеком от того, что у него где-то появилась морщина. Если вдруг человек, особенно женщина, вдруг перестанет за собой ухаживать, вот прям была такая красавица, и тут вдруг все бросила, потому что уже ухаживать за собой поздно, потому что уже возраст, уже там дети, внуки, пора саван готовить. Естественно, люди это заметят, и естественно, они увидят, что человек очень сильно сдал и очень сильно поменялся. Если женщина следит за собой, если она полна энергии, занимается спортом, правильно питается, и вообще такой позитивный заряд на жизнь, на какие-то проекты, на какое-то хобби, на что угодно. В этом случае с человеком приятно общаться, у него всегда есть компания, всегда есть с кем поговорить, всегда есть куда двигаться дальше. Так почему же мы начинаем бояться возраста? Возраст это такая хитрая штука, которой люди проклинают друг друга. То есть у каждого человека в голове есть где-то на полочке, что у кого должно быть какому возрасту, как кто должен выглядеть в каком-то возрасте. Люди, сравнивая вот эти вот показатели, они делают какие-то выводы о других людях. Если кому-то, например, там 70 лет, о боже, это старый человек, будем смотреть на него как на старого, давайте ему помогать. Но если человек в полном расцвете сил, если он бегает, прыгает, ну есть такие примеры на самом деле. Есть Кончаловский, есть Познер, есть Кэтрин Дорифайнс, если я не ошибаюсь, это самая старая сейчас модель, которая работает и зарабатывает деньги тем, что она модель. Поэтому возраст не равно дряхлость, поэтому старость в социальном плане не равно дряхлость и беспомощность, ненужность. Очень часто, когда люди спрашивают о возрасте, они просто хотят сравнить вас или меня с теми представлениями об этом возрасте, которые у них есть. Они сразу начинают перебирать своих знакомых этого возраста и начинают думать, так, этот человек выглядит моложе этого возраста, либо этот человек выглядит старше этого возраста, он к этому возрасту имеет то, что он должен иметь, либо он не имеет то, что он должен иметь, то есть он уже, например, для чего-то слишком старый, для чего-то слишком молодой. Но это все на самом деле только сравнение с теми людьми, которые знает этот человек, или это просто представление самого этого человека, который о вас там что-то думает на основании этой цифры. Поэтому я против того, чтобы где-то указывать свой возраст. Я против того, чтобы изначально при общении ставить возраст и только после этого думать, так, буду ли я общаться с человеком, которому 14 лет или нет? А буду ли я общаться с человеком, которому 70? Если честно, у меня в общении есть люди разного возраста. Я знаю просто потрясающую женщину, она преподаватель английского языка, она занималась со мной с самого детства, то есть я ее знаю практически всю мою жизнь, ей больше 70 лет, и с ней точно так же приятно общаться, как и раньше, но сейчас просто я с ней могу разговаривать на другие темы, не только на какие-то детские, но уже и на взрослые. И естественно, что возраст виден, но это на самом деле ни на что не влияет. У человека есть семья, у человека есть дети, внуки, есть профессия, есть дело, которым хочется заниматься, какая разница, есть там морщины или нет. Я считаю, что это некое социальное проклятие, когда женщина начинает смотреть друг на друга и оценивать только по возрасту, когда ей пора замуж, когда ей уже поздно замуж, когда ей пора детей, когда ей уже поздно детей, когда она старая дева. Вот честно, мне кажется, что от этих вещей от всех нужно и избавляться, и смотреть на человека только как на человека. Это просто какой-то мыльный пузырь, но самое страшное, что все вот эти проклятия человек носит сам в себе. То есть прежде всего, если вы кого-то по возрасту оцениваете, это значит, что вы для себя поставили какие-то рамки возраста. Это значит, что для вас что-то рано, а что-то поздно. Это значит, что вам страшно стареть. Это значит, что вы поддаетесь на эти уловки. Я на самом деле считаю, что это большая проблема. Из этого делаются большие деньги. С одной стороны, общество движется к тому, чтобы люди выглядели лучше, к тому, чтобы они за собой следили, и это классно. С другой стороны, оценивать людей по возрасту, по тому, как они соответствуют или не соответствуют молодости, или еще чему-то, очень и очень глупо. И на самом деле, если мы будем на это поддаваться, это приведет нас в тупик. Я понимаю, что я включаюсь где-то в эту игру, в то, что я не просто так пользуюсь косметикой, а вот для того, чтобы выглядеть моложе, или для того, чтобы сохранить свою молодость. И вот я же не просто так намазала этот крем, я должна, какой-то у меня вот тут эффект, здесь подтянулась, тут разгладилась. Ну, я считаю, что для меня это просто такая игра. Мне очень весело в нее играть, и я приглашаю в нее играть тех, кто тоже хочет со мной поиграть в это. Но еще я понимаю, что на самом деле на мою жизнь это особо не влияет в плане того, что я знаю, что у меня всегда будут друзья. Я знаю, что вот те люди, которые рядом со мной, они будут со мной дальше. Я понимаю, что очень часто люди хотят знать, сколько мне лет, какие-то интимные подробности из моей жизни, просто для того, чтобы сравнить меня и себя. Даже если кому-то кажется, что это просто любопытство, но для чего это любопытство? Что изменит мой возраст для вас? Вы поймете, что я лучше или хуже выгляжу для своего возраста в сравнении с теми людьми, которых вы знаете? Ну, я приведу вам кучу примеров людей такого же возраста, которые выглядят гораздо хуже меня. И есть люди, которые будут до старости выглядеть как дети. Что это меняет? Я думаю, что нам всем пора перестать себя и других проклинать возрастом. Я считаю, что пора перестать бояться старости и бояться каких-то возрастных изменений. Окей, они будут и окей, ничего страшного не произойдет. Если вдруг кто-то с вами перестанет дружить или отворачиваться от вас, начнут люди на улице, это не потому, что у вас появились морщины. Женщины в любом возрасте могут выглядеть классно, привлекательно, сексуально и в любом возрасте могут делать то, что они хотят. Просто фишка в том, что в 50 лет, скорее всего, уже хочется совершенно других вещей, не тех, которые в 20. И это совершенно нормально. Заставлять себя хотеть того же, что вы хотели 10 или 15-20 лет назад, просто глупо. И сожалеть о том, что вы не хотите того же самого, что и раньше, мне кажется, что это еще глупее. Я реально понимаю, что у молодости или у человека на 10 лет младше нет никаких особых преимуществ. Окей, у человека впереди 10 лет жизни. Это 10 лет ошибок, 10 лет сомнений, 10 лет радости. Точно так же, как те 10 лет, в которые проживает каждый человек. Я предложила вам посмотреть и на себя, и на других не с точки зрения возраста, а с точки зрения адекватного того, как вы сегодня выглядите. Если вам не нравится, если вы считаете, что у вас там лицо отвисло, или где-то жир свисает, или еще какая-то штука. Но это не от возраста, а просто от того, что, наверное, стоит обратить на это внимание. Я прекрасно знаю такие моменты, когда кушаешь вечером мороженку, а потом так, ой, ну а что же, откуда же у меня животик? И если быть честной с собой, то, в общем, скажешь, ну, животик у тебя от того, что ты мороженку кушаешь вечером. Хватит кушать мороженку вечером. И если вот такая вот честность будет присутствовать во всем, то, в принципе, с тем, с чем уже сделать ничего нельзя, нужно смириться, принять себя, полюбить это. С тем, что вы можете исправить, нужно этим заняться. Я знаю, что это сложно, я знаю, что работа над собой это самая сложная работа на свете. Но это та работа, которая окупается всегда сторицей. Мне очень давно хотелось, на самом деле, поднять тему возраста и просто с вами это обсудить, и просто начать думать в каком-то другом направлении. Потому что сейчас наше общество, очень многие знакомые там, люди, которые старше и младше, они накладывают какое-то свое восприятие на нас и на самих себя именно с точки зрения возраста. И вы не представляете, сколько времени, сколько сил освобождается, когда человек занимается только собой и перестает себя с кем бы то ни было сравнивать, и перестает жить вот этими какими-то чужими идеалами. В жизни, конечно, бывают разные моменты. Иногда хочется поплакать, поныть, иногда нужно от стресса отрастить животик. Но потом надо очень честно на себя посмотреть и начать за собой следить, чтобы убрать то, что вам не нравится. И не связывать это с возрастом, не связывать это еще с какими-то вещами. А еще мне недавно сказали такую интересную вещь, что даты своего рождения вообще лучше ни с кем не делиться. Если вы слышали про гороскопы, которые делают китайские сейчас там 7 дворцов, 7 столпов, говорят, что очень и очень точно о людях можно составить какое-то представление. Поэтому, если честно, мне кажется, что и возраст свой, и какие-то даты своего рождения, даты рождения детей лучше скрывать от большого количества людей. Близкие люди, ваши знакомые, они и так все знают, а те люди, которые вас не знают и просто хотят вас сравнить с собой или с какими-то своими знакомыми, повесить на вас какое-то клеймо. Но, если честно, мне кажется, что для них информация какая-то просто лишняя. Вот это то, что я думаю по поводу проклятия возраста и по поводу страха старости. Напишите, что вы об этом думаете. Если у вас какой-то там жестокий паровоз из мысли сейчас и хочется на что-то поругаться, дайте себе ночку переночевать с этим и подумайте, что именно вас задело. Это как раз-таки тот ключ, благодаря которому вы откроете дверку к своему счастью и к жизни без вот этих вот глупых установок. Спасибо, что были со мной. Мы с вами обязательно увидимся. Оставайтесь такими же красивыми, здоровыми и позитивными. Мы с вами занюнемся. Всем пока!